Второзаконие, глава 28. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Благословены житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Паразит перед тобой и Господь врагов твоих восставших на тебя восстающих. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословить тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставить тебе Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидеть все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах, в плоде щерева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделай тебе Господь Бог твой главою тебя, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, То придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод шрева твоего и плод земли твоей, плод твоих валов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье, во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен? И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобой железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будут падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя и доколе не будешь истреблен. Придаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразить тебя Господь проказою египетскою, почищу им коростой и щесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразить тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, а другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей, и все труды твои, будет есть народ, которого ты не знал. И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злою проказы на коленях и голенях, от которой ты невозможешь исцелиться. От подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. И там будешь служить иным богам, деревянным и каменным. И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь Бог. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить. И не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но и леем не помажешься, потому что осыпется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей погубят ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнуть тебя. Да коли не будешь истреблен за то, что ты не слушал глаза Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедовал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем, с радостью сердца, при изобилии всего. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоде и жажде, наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твое железное ермо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя так, что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сына твоих, сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него. И не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой и во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою. И не даст им последа выходящего из среды ног ее. И детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой и в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанное в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь, и всякую язву, ненаписанную, и всякую написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобно были звездам небесным, ибо ты не слушал глаза Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам от края земли до края земли. И будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истоевание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими утром, и ты скажешь, о, если бы пришел вечер. А вечером скажешь, о, если бы наступило утро. И возвратить тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Второзаконие, глава двадцать девятая. Вот слова Завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме Завета, который Господь поставил с ними на Хариве. И созвал Моисея всех сынов Израилевых и сказал им, вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле Египетской с фараоном, и всеми рабами его, и всей землей его. Те великие казни, которые видел глаза твои, эти великие знамения чудеса, руку крепкую и мышцу простертую. Но до сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обещали, и обувь твоя не обещала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступил против вас нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Вацанский, чтобы сразиться с нами. И мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову и гадовой половине колена Монассейна. Соблюдайте же все слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники, колен ваших, старейшины ваши, судьи ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. Дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим Аврааму Исааку Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, и деревянные, и каменные, серебряные, и золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего», «и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанной всей книги закона, и сгладит Господь имя его из-под небесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанной всей книги закона. И скажет последующий род дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли, сей болезни, которыми изнурит ее Господь. «Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается, и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома, Гаморры, Адмы и Севаима, которых не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей». И скажут все народы, «За что Господь так поступил с сею землей? Какая великая ярость гнева его!» И скажут, «За то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться их богам, которых они не знали, и которых Он не назначал им. Зато возгорелся вне в Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанной всей книгой закона, и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Второзаконие, глава 30. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия си обратит на врагов твоих, и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех, во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, написанные всей книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим, и всею душою твоею. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословить тебе Господь Бог твой на земле, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пребудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог твой, склят твой, обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Второзаконие, глава 31. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, которые были по эту сторону Иордана, и с землей их, которых Он истребил. И предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал Я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и предачами всех этажитян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом всем в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет перед тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам левейным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущи, когда весь Израиль придет явиться при лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, Считай сей закон перед всем Израилем вслух его, собери народ мужей и жены детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы он слушался, слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего, и сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться Господа Бога нашего. Во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею, вот дни свои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у входа скини собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у входа скини собрания. И явился Господь в скини в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скини собрания. И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которой он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и скрою лицо мое от них. И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Господа Бога моего среди меня. И я скрою лицо мое от него в тот день, за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ее сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю добрую, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им. А меня отвергнут, и нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их, и из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в добрую землю, о которой я клялся отцам их. И написал Моисей песню сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисус и сыну на вину, и сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты ведешь сынов Израиля в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесну и ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковынность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей. Соберите ко мне всех старейшин колен ваших, и судей ваших, и надзирателей ваших. И я скажу вслух их слова сии, и призову вас свидетельство на них небо и землю, ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И в последствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Господа Бога, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух сего собрания израильтян слова песни сей до конца. Второзаконие, 32 глава. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляйте, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершены дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Но они развратились пред ним. А они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние по мысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа народ его. И Иаков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится там птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов вассанских, и козлов, и тучную пшеницей, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И ел Иаков, и уточнел Израиль, и стал упрям. Он уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями своими разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, сокрой лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. А они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия, и стащу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою, и лютую заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединой старца. Я сказал бы, рассею их, и сглажу из среды людей память о них. Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили, не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили и подумали о сем, уразумели, что с ними будет. Как бы мог один преследовать тысячу, и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их. Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши, судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы садомской из полей гоморских. Ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие. Вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыни, на которые они надеялись, которые ели туг жертв их и пили вино о возлиянии их. Пусть они восстанут и помогут вам. Пусть будут для вас покровом. Видите ныне, видите, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницу моей и говорю, живу я вовек. Когда я изострю сверкающий меч мой и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелами и кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь небеса вместе с ним и поклонитесь ему все ангелы Божии. Веселитесь язычники с народом его и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и ненавидящим его воздаст и очистит Господь землю свою и народ свой. И написал Моисей песен сию в тот день и научил ей сынов израилевых. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сия и вслух народа он и Иисус сын новин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавицкой против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которое ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, при водах Мериевы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явились святости моей среди сынов Израилевых, перед собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым. Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана, и шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей. И они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам, Моисей, наследие общества Якова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и Симеон, да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие, услыши, Господи, глаз Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими, да защитит он себя. И ты будь помощником против врагов его. И Олевий сказал, Тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Мериевы, который говорит об отце своей, матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. Слова твои хранят, и завет твой соблюдает. Учат законам твоим Иаковы, и заповедям твоим Израиля. Возлагает курение пред лицо твое, и все сожжения на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели руки его благоволи. Поразить шресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал, Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал, Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терном кусте, да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монастейны. А Завулоне сказал, Веселись, Завулон, в путях твоих, и Сахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там закаляются законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. О гаде сказал, Благословен распространивший гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. А Дани сказал, Дан молодой лев, который выбегает из Васана. А Нефалим и сказал, Нефалим насыщен благоволением, исполнен благословение Господа, море и юг во владении его. А Басири сказал, Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь запоры твои, как дни твои, будут умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежищество твое Бог древний и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, Истребляй! Израиль живет безопасно один. Ока Якова видит перед собой землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который ещит охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их. Второзаконие 34. И взошел Моисей с равнин Моавицких на горы Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галат до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефрему и Монастину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сегора. И сказал ему Господь, «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Акову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Беффегора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сына Израилева на равнинах Моавицких у Иордана близ Иерихона тридцать дней. И прошли дни плача и сетования Моисея. Иисус, сын Новин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. И повиновались ему сыны Израилева и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всей землей его. И по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля.